Я рассказал тебе эту историю притчу о маленькой душе и солнце для того, чтобы ты смог лучше понять, почему мир таков, как он есть, и как он может измениться за одно мгновение, когда каждый вспомнит божественную истину о своей высшей реальности. И есть среди вас такие, кто говорят, что жизнь – это школа, и все, что ты наблюдаешь и испытываешь в своей школе, во благо твоего обучения. Я уже обращался к этому раньше, и сейчас скажу снова. Ты пришел в эту жизнь не для того, чтобы чему-то учиться. Тебе нечем учиться. Ты пришел за тем, чтобы проявить то, что ты уже знаешь. Проявляя это, ты приведешь свои способности в действие и создашь себя заново через свой опыт. Так ты подтвердишь свою жизнь и придашь ей смысл. Так ты привнесешь в нее святость. То есть все плохое, что происходит с нами в жизни – это результат нашего собственного выбора. И даже мировые бедствия и несчастья на каком-то уровне создаются нами самими, для того, чтобы мы могли испытать противоположное тому, кем мы являемся. И если так, то неужели нет менее болезненного пути? Менее болезненного для нас самих и для других способа создать возможности для того, чтобы вы могли познать самих себя? Ты задал несколько вопросов, и все нехороши. Давай рассмотрим их по порядку. Нет, не все вещи, которые вы называете плохими и которые случаются с вами, являются результатом вашего собственного выбора. По крайней мере, не в смысле осознанного выбора, который ты подразумеваешь. Но все эти вещи – суть то, что вы создали. Ты всегда находишься в процессе созидания. Каждый момент, каждую минуту, каждый день. Как ты можешь творить, об этом мы поговорим позже. А пока просто поверь мне на слово. Ты – большая творящая машина. И ты порождаешь каждое новое проявление буквально с такой же скоростью, с какой ты мыслишь. События, случайности, совпадения, условия, обстоятельства – все это создается сознанием. Индивидуальное сознание – достаточно сильная вещь. Теперь можешь себе представить, какая творческая энергия высвобождается, когда двое или более собираются во имя мое. А массовое сознание. Оно настолько сильно, что в состоянии создавать события и обстоятельства мирового значения и планетарных последствий. Было бы некорректно, поскольку вы вкладываете в это другой смысл, говорить, что вы выбираете эти последствия. Вы выбираете их не больше, чем я. Так же, как и я, вы наблюдаете их и решаете, кто вы есть по отношению к ним. В этом мире нет жертв и нет злодеев, и ты не являешься жертвой выбора других. На каком-то уровне вы все создали то, что сейчас ненавидите. А создав это, вы выбрали это. Это высокий уровень мышления, и такого уровня достигают рано или поздно все мастера. Ибо только в случае, если они могут принять ответственность за все, они обретают силу изменить часть. Пока ты придерживаешься мнения, что где-то там есть кто-то, кто делает все это с тобой, ты лишаешь себя силы что-либо изменить. Только когда ты скажешь «Я сделал это», ты найдешь такую силу. Значительно легче изменить то, что делаешь ты, чем то, что делает другой. Первый шаг на пути изменения чего-либо – знать и принять, что ты сам выбрал это в таком виде, как оно есть сейчас. Если ты не можешь принять это на личном уровне, согласись с этим через понимание того, что мы все одно. И тогда старайся изменить что-либо не потому, что это неправильно, а потому, что это более не соответствует в точности утверждению о том, кто ты есть. Существует только одна причина делать что-либо. заявить Вселенной о том, кто ты есть. Используемая таким образом жизнь становится самосозидающей. Ты используешь жизнь, чтобы создать себя как того, кто ты есть, и того, кем ты всегда хотел быть. И есть только одна причина отменить какое-либо действие. Если оно более не является заявлением о том, кем ты хочешь быть. Оно уже не отражает тебя. Оно не представляет тебя. Если ты желаешь быть представленным точно, ты должен работать над тем, чтобы изменить в своей жизни все, что более не соответствует тому образу тебя, который ты хочешь спроецировать в вечность. В самом широком смысле все плохое, что происходит, результат твоего выбора. Ошибка состоит не в том, что ты выбрал, а в том, что ты называешь эти вещи плохими. Поскольку, называя их плохими, ты называешь плохим себя, коль скоро ты создал их. Этот ярлык ты не можешь принять. Поэтому вместо того, чтобы вешать на себя ярлык плохой, ты лучше откажешься от своих собственных творений. Именно эта интеллектуальная и духовная нечестность позволяет тебе принимать мир, в котором условия таковы, как они есть. Если бы тебе пришлось принять личную ответственность за мир, или если бы ты просто почувствовал ее глубокий внутренний смысл, мир был бы совершенно другим. И это, безусловно, было бы так, если бы каждый чувствовал себя ответственным. Абсолютная очевидность этого делает положение вещей столь болезненным. Стихийные бедствия и ненастья, все эти торнадо и ураганы, вулканы, наводнения, все физические беспорядки не являются непосредственно созданными тобой. Но ты действительно создаешь степень влияния всех этих событий на твою жизнь. Во Вселенной происходят такие события, сотворение или инициирование которых тебе не может приписать даже самый необузданный полет воображения. Эти события создаются создаются совокупным сознанием человека. Весь мир производит этот опыт в результате совместного творчества. Но каждый из вас проходит через данные опыта индивидуально, решая, что он означает, если вообще означает, для вас, а также кем и чем вы являетесь относительно этого опыта. Таким образом, вы создаете коллективные, индивидуально переживаемые вами жизни и время для осуществления цели души, то есть развития. Ты спросил, есть ли менее болезненный путь прохождения через этот процесс. В ответ я скажу, да, но при этом ничто в твоем внешнем опыте не изменится. Способом уменьшить боль, которую вы ассоциируете с земным опытом и ситуациями, как своими собственными, так и чужими, является изменение вашего к ним отношения. Ты не можешь изменить внешние события, поскольку они были созданы многими из вас, а ты недостаточно развит в своем сознании, чтобы в одиночку изменить то, что было создано коллективно. Поэтому ты должен изменить внутренний опыт. И это и есть путь к мастерству жизни. Ничто не является болезненным само по себе. Боль – результат ложной мысли. Это ошибка в мышлении. Мастер способен убрать самую нестерпимую боль. Таким образом, мастер исцеляет. Боль является результатом суждения, который ты сделал о чем-либо. Убери суждение, и боль исчезнет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok